На мой взгляд, это прям топовые упражнения, выполняя которые регулярно, вы будете великолепно себя чувствовать. И будете все время чувствовать тонус в животе, в спине. В общем, смотрите. Одно из самых моих любимейших упражнений, я его называю ленивым мостиком, его по-разному называют в фитнес-индустрии, но я его называю ленивым мостиком, потому что он на самом деле выполняется очень легко, лениво, но в то же время невероятно круто прокачивает и прорабатывает мышцы бедра, мышцы ягодиц, мышцы поясницы. В общем, смотрите, как его правильно выполнять, сейчас покажу и расскажу. То есть, смотря какие здесь задачи. Для того, чтобы все мною перечисленные мышцы задействовать в одном упражнении, нужно делать именно так, как я показываю. Смотрите, укладываетесь, подворачиваете на себя лобок, для того, чтобы прижалась поясница. Затем ножки вместе ставите, вот таким образом соединяете их, и коленочки в том числе. Теперь ручки можно убрать сюда, вот на лобик, чтобы они не мешали. Самое главное, когда вы поднимаетесь наверх, нужно наверху задержаться и хорошо сжать ягодичные мышцы между собой. И наверху мы делаем выдох, внизу мы делаем вдох, но не ложимся и не расслабляемся, а повисаем, для того, чтобы всегда чувствовать напряжение в бедрах. Вдох, и так, смотрите, как это выполняется. Обратите внимание, я касаюсь земли, пола, но я не ложусь, не расслабляюсь. Вдох, выдох, и сжала хорошенько булочки, вдох, выдох, и сжала хорошенько ягодички, вдох, выдох. Делаем все очень медленно, не торопимся, потому что если вы это упражнение будете выполнять в спешке, то вы мышцы не нагрузите, они у вас не будут даже ощущаться, через 10-15 вот таких повторений вы уже начнете чувствовать, как нагружаются мышцы. Но выполнять не строго какое-то определенное количество подходов и раз, а по ощущениям. То есть нужно довести мышцы до жжения, после этого жжения еще немножечко поделать, ну как бы преодолевая вот это жжение, и остановиться. У каждого человека будет свое количество, потому что у нас у всех разная мышечная структура, она по-разному развита в этот момент. В общем, вот такое упражнение, я его обожаю. Попробуйте, вы почувствуете, как работают мышцы поясницы, ягодичные мышцы и мышцы бедра. Следующее упражнение, которое на мой взгляд очень круто, оно включает мышцы спины, вот боковые мышцы все прочувствуете, поясничные мышцы, мышцы бедер, в общем, тут работает практически все тело. На каждую сторону нужно будет делать свое количество повторений. Как выполняется боковая динамическая планка? Нужно обязательно отследить, чтобы был прямой угол руки. И постараться нужно сделать так, когда вы выполняете это упражнение, чтобы плечо не двигалось сильно. То есть вы должны будете работать только поднимать и опускать таз. Итак, смотрите, как это выполняется. Опять же, наверху выдыхаем, внизу вдыхаем. Делаем мы вот таким образом. Поднимаем, внизу. Вдох-вдох-вдох-вдох-вдох-вдох-вдох-вдох-вдох-вдох. Количество повторений здесь тоже делаете такое, какое именно вашему телу необходимо. То есть нужно довести мышцы до состояния жжения. А потом, когда уже начало гореть, вы еще преодолевая вот это жжение, делаете еще несколько раз и останавливаетесь. На другую сторону тоже, пожалуйста, не забудьте, потому что нужно уравновесить. Боковая планка включает в работу только половину вашего тела. Итак, не забываем, что у нас прямой угол под плечом. На верху выдох, внизу вдох. Можно немножечко скручиваться. Если вы будете выполнять вот так, вы лучше ощутите всю вот эту поверхность. Попробуйте. Следующее упражнение поможет вам также укрепить мышцы спины и поясничные мышцы. Смотрите, как выполнять. Исходное состояние, исходное положение. Ручки у нас, ручки мы кладем вот так, лицом вниз, ножки на ширине плеч. Дальше наша задача, соединяя лопатки на выдохе, отводить руки назад и поднимать ноги. Пятками тянемся наверх. Посмотрите, как это происходит. Не забываем наверху выдох, внизу вдох. Что здесь важно? Когда вы поднимаетесь, не тянем голову вот так. Голова всегда смотрит вниз. То есть ваша задача глазами всегда смотреть в коврик. Не вздумайте вот так закидывать, опрокидывать голову назад. Еще разочек. Назад, когда вы так поднимаете ручки и ножки, ваша задача соединить позади себя, вернее, соединить на спине лопатки. Прям акцентируйте свое внимание на лопатках и старайтесь их соединить посильнее между собой. Голову вниз, не вздумайте ее поднимать. Голова вниз. Наверху выдох. Вы прочувствуете, как забивается ваша поясница и как прорабатывается зона между лопаток. Вот такое упражнение. Опять же, выполняем до состояния жжения. У всех будет разное количество повторений, потому что мы все разные. И когда начало сжечь, обязательно сделайте еще, вытерпите, сделайте еще несколько повторений. Кто знает, чем я занимаюсь и кто знаком с моей деятельностью, все в курсе, что я подбираю такие упражнения, которые не вредят. И обязательно объясняю, как их выполнять, чтобы не причинить себе никакого вреда. Особенно для женщин. Потому что нам, женщинам, большая часть упражнений, которые мужчины рекомендуют выполнять в фитнес-залах, нам они запрещены. Я даю только те упражнения, которые никак никому из девчонок не навредят. Что хочу сказать. Если вы хотите максимально прокачать эту группу мышц, то эти упражнения нужно выполнять 4 раза в неделю по 2-3 подхода. То есть по 2-3 круга. Вы сделали, допустим, все упражнения, которые я показала, дожжение и преодолевая это жжение. Затем немножечко передохнули, буквально пару минут, не больше. Сделали еще один круг этих упражнений. Опять пару минут передохнули. Сделали еще один круг этих упражнений, а в конце немножечко потянулись. Ой, чуть не забыла. Если же вы хотите просто поддерживать эти мышцы в тонусе, чтобы у вас, допустим, не болела поясница, не болела вот эта зона, да. Между лопатками. Тогда вам достаточно будет делать эти упражнения 1 раз в неделю по 2-3 круга. Выполняйте, будьте красивы, здоровы, крепки. Спасибо. 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 Спасибо.